ГТО – это я. ГТО – это мы. ГТО – это будущее страны. В одном строю дети и взрослые, участники спортивных секций и представители трудовых коллективов. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» собрал на стадионе более полусотни зареченцев. Я благодарю вас за то, что вы являетесь активными сторонниками здорового образа жизни, что вы пришли и показываете своим примером, что спорт, физическая культура – это залог здоровья, залог успешного человека в современном мире. В программе фестиваля – тесты комплекса ГТО. У каждого участника свой набор дисциплин в зависимости от возрастной ступени. Настан, внимание, вообще! Сегодняшние нормативы – это практически весь спектр тестов, которые необходимо сдать для того, чтобы получить значок. Но если те участники, которые покажут прекрасные результаты на золото, им необходимо будет еще пройти два теста, а именно стрельбу и плавание. А если участники показывают результат на серебро, на бронзу или просто являются участниками всероссийского движения «Готов к труду и обороне», то этих нормативов, которые принимаем сегодня, вполне достаточно для знака. Пресс, наклон, отжимания, челночный бег, прыжок в длину, бег на 30 метров или длинную дистанцию – нормативы комплекса ГТО позволяют каждому оценить свое физическое состояние и понять, насколько необходима современному человеку физическая культура. Чем более и более комфортно мы живем, тем больше и больше она имеет значение. Нам дано тело, которое требует определенной физической нагрузки. У кого-то больше, у кого-то меньше, но иначе начинают одолевать болезни. Достаточно, наверное, зарядку делать, хотя бы через день. Либо небольшие пробежки, не очень быстрые, либо даже ходьба пешком – очень полезное упражнение. Каждый день прогулки с собаками, пробежки небольшие такие, все-таки спасают. Активный образ жизни спасает. И помогает побеждать. У представительницы медико-санитарной части 59 Екатерины Ересковской уже два золотых значка ГТО. И она рассчитывает получить третий. Впрочем, награды – это не главное, считают участники фестиваля. Справился уже хорошо. А там результаты покажут. А результаты впечатляющие. Второй год подряд Заречный – лидер региона и по общему количеству участников Всероссийского физкультурно-спортивного движения и по числу выполнивших нормативы. Итоги очередного фестиваля ГТО будут подведены в личном первенстве. Победители получат награды, а те, кто справился со всеми нормативами, станут обладателями бронзовых, серебряных или золотых значков. Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова